На этой неделе оперативное совещание в правительстве Республики Башкортостан таки состоялось. Напомню, что прошлая неделя была окутана какими-то загадочными явлениями, отменами этих совещаний, внезапным уходом Хабирова в отпуск, слухами о его встрече с Владимиром Путиным. Все это так и не подтвердилось, ну кроме отпуска, конечно. И вот на этой неделе, как ни в чем не бывало, Радий Фаритович явился нам на оперативном совещании. Впрочем, не выглядел он особенно отдохнувшим, был таким будничным, слегка утомленным и запыленным, и начал свое выступление, вступительное слово, которое в этот раз было весьма обширным, Хабиров с явления азата-солдата народу. Азат-солдат Барданов сидел по правую руку от Хабирова, но не в президиуме, а среди прочих участников совещаний всего этого правительства. Хабиров отметил неоценимый вклад этого чудо-воина в успехи российской армии. Также он упомянул, что азат-солдат, цитирую, «многое сделал на поле боя». Ну, к сожалению, документальных подтверждений героизму и тому, как азат-солдат участвовал в боевых действиях, мы не имеем. Ну, возможно, это военная тайна. Может быть, армия строго хранит свои секреты и не выдает то, как азат-солдат нанес непоправимый ущерб вооруженным силам Украины. Впрочем, мы однажды видели какие-то смутные кадры, где этот чудо-боец стреляет в какие-то кусты и объясняет, что он примерно так же будет расправляться со всеми шайтанами и врагами на своей малой родине в Башкортостане. Но это был единственный документальный эпизод героизма азата-солдата. Нынешние обязанности Барданова в правительстве Хабиров описал весьма туманно. Он, во-первых, сказал, что мы вам там, Азат Шамилевич, потом объясним, чем вы будете заниматься. Ну, и будете в основном заниматься взаимодействием органов государственной власти Республики Башкортостан с воинскими подразделениями, в которых есть призывники, иммобилизованные из Башкирии. Ну, вот как-то так вот. Странно вообще. Что за должность, что за обязанности, совершенно непонятно. Что теперь будет делать несчастный вице-премьер Ирик Сагитов, который, в общем-то, тем же самым занимался вполне успешно в последние полтора года. Совершенно непонятно, что это за полномочия у азата-солдата. Кроме всего прочего, непонятно и в каком статусе он будет трудиться в правительстве. Сохранит ли он свой вице-премьерский пост или будет еще кем-то, так и непонятно. В Республике в связи с этим уже появилась масса вопросов к этой чудесной демобилизации азата-солдата Барданова из российской армии. Ну, в первую очередь эти вопросы, конечно, возникают у родственников, тех, чьи близкие мобилизованы в зону СВО, по сути, бессрочно, и никаких вариантов вернуться им обратно, как у азата-солдата, например, нет, ну, кроме варианта вернуться в гробу или вернуться покалеченным и непригодным для дальнейшей службы. Вот именно у этих родственников, конечно, возникает масса вопросов, как же так чудесно азат-солдат вернулся из зоны боевых действий, ну, там он мужественно, значит, служил на этих складах гуманитарной помощи и теперь, значит, благополучно возвращается на свое теплое место в правительстве. По моим сведениям, сейчас готовятся запросы на имя руководителя военного следственного комитета по республике Башкортостан Германа Дунаева о запросах, собственно, об основаниях, с просьбой объяснить, на каких основаниях азат-солдат таким счастливым образом покинул военную службу, потому что сейчас мобилизованные и добровольно вступившие в воинские подразделения, находящиеся в зоне специальной военной операции, по сути и по факту являются военнослужащими Министерства обороны Российской Федерации и их нахождение там является бессрочным до окончания СВО, то есть уволятся просто так по окончании там контракта или как-то еще, формально может быть и можно, но реально это не удается никому, ну вернее кому-то удается, вот например азату-солдатам. При этом есть ощущение, что Хабиров не решился назначить Барданова на какую-то ключевую позицию или по крайней мере публично об этом заявить и естественно, видимо, не идет сейчас речь о том, что азат-солдат станет главой администрации Хабирова, несмотря на то, что Забелин уже вот совсем смазал лыжи и готов отбыть к новому месту работы, но тем не менее азат-солдат не был анонсирован как следующий глава администрации. То ли действительно ради Фаритовичу там надавали оплюху в Москве и объяснили, чего нельзя делать совсем, то ли у него есть какая-то чуйка, он понимает, что вот вот так вот точно нельзя делать. Не знаю, но тем не менее мы услышали, что вот азат-солдат возвращается в правительство, а кем он там будет, мы так и не поняли. Примечательно, что в своем вступительном слове Хабиров никак не обмолвился о той мифической встрече с Путиным, которая как будто бы должна была случиться 2 апреля и которая очевидно, что не случилась, потому что никаких подтверждений этому в СМИ нет. Параллельно, вот прямо в понедельник, прямо 8 апреля опять поползли слухи, что вот в ближайшее время Хабиров таки встречается с Путиным. Коммерсант об этом написал, еще какие-то источники, но теперь уже, как говорится, как в том анекдоте, когда мальчик кричал «волки-волки», тут уже мало кто в это начинает верить и уже начинается какой-то скепсис. Посмотрим. Конечно же, Владимир Путин сейчас проводит традиционную череду встреч с губернаторами, возможно, среди них будет и Хабиров. Но вот как встретиться, тогда, как говорится, и поговорим. В завершение своего вступительного слова Хабиров рассказал, что Республика Башкортостан планирует принять на своей гостеприимной земле 500 детей беженцев из Белгородской области. Помните, еще 3-4 года назад Башкирия принимала беженцев с Донбасса? Ну, теперь уже вот мы принимаем беженцев из российского Белгорода. Воспринимается этот факт, конечно, согласитесь, неоднозначно. Очевидно одно, в великой державе, вот этой вот могучей, великой, преуспевающей, у которой растет все время уровень жизни граждан, где все прекрасно, экономика бурлит и пышет здоровьем, в этой самой великой державе почему-то появились беженцы внутри собственной страны. Ну, это уже факт, и факт, который констатирует глава Республики Башкортостан. Мы ждем 500 детей, которые эвакуируются из города Белгорода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Не забывайте, пожалуйста, подписываться на наш канал, ставить лайки и участвовать в жизни канала комментариями. Мы стараемся всем отвечать, если эти комментарии действительно интересны и достойны внимания. Ну и, конечно же, помогайте нашему каналу материально. Это чрезвычайно важно, и мы отдельно, персонально благодарны каждому, кто участвует в финансировании нашего канала. Помочь каналу вы можете единственным доступным способом через расчетный счет, который мы вам демонстрируем и который вы можете найти в описании под каждым нашим видео на нашем видеоканале. Безусловно, что на фоне тревожных и, прямо скажем, пугающих сообщений о паводке в городе Орске и паводке, который уже пришел в Оренбург, а это буквально наши соседи, вопрос весеннего половодья, естественно, становится весьма актуальным и выходит на первый план. Потому первым докладчиком на оперативном совещании был руководитель комитета по ЧАЭС Республики Башкортостан Кирилл Сергеевич Первов. Кирилл Сергеевич сообщил нам, что уже сейчас в Башкортостане есть 46 случаев подтопления в 20 муниципалитетах, подтоплено 13 мостов, ряд участков дорог, а именно 16 участков дорог, несколько десятков жилых домов и до полутора тысяч приусадебных участков. Вода продолжает подниматься. На данный момент в пункты временного пребывания эвакуировано только 7 человек, но это, конечно, радует, что так немного пострадавших. Лед на критических участках Башкирских рек, по словам господина Первого, уже взорван, чернение льда завершено, то есть ждем ледохода и того, что вода будет подниматься к максимальным отметкам. Пиковый уровень паводка в этом году случится примерно на две недели раньше обычного, раньше нормы по погоде в республике, и этот пик придется примерно на 20-27 апреля. После вода начнет спадать. Хабиров, выслушав доклад руководителя комитета ПЧС, призвал местные власти не оставлять в беде и разрухе садоводческие кооперативы и товарищества после паводка. Наверное, это связано с тем, что Хабиров в этом году будет возлагать огромные надежды на то, что граждане самостоятельно будут снабжать себя продуктами питания, выращивая их на своих приусадебных участках. Собственно, о сельском хозяйстве поговорим чуть позже, но вот эта вот забота о садоводах и огородниках, конечно, сквозит в словах Хабирова уже второй год. Далее последовал стандартный доклад о ситуации в ЖКХ и на дорогах республики. Министр жилищно-коммунального хозяйства Ирина Голованова сообщила нам, что за минувшую неделю в ее ведомстве было только две крупных аварии с отключением ресурсов больше норматива в Уфе и в Стерлитамаке и еще 66 технических инцидентов, которые были полностью ликвидированы и устранены. По словам Головановой, в республике идет интенсивная работа по уборке территорий, объявлены месячники и субботники чистоты и наведения порядка и так далее, и так далее. А еще Ирина Александровна зачем-то нам сообщила, что по результатам федерального мониторинга 81% городов республики Башкортостан признаны городами с благоприятной городской средой. То есть 17 городов из 21 – это города у нас с благоприятной городской средой. На фоне недавних сообщений о том, что этим же самым мониторингом город Белгород был признан одним из пяти самых комфортных городов РФ для проживания, подобные реакции министра, конечно, становятся откровенно смехотворными. Впрочем, мы уже давно посмеиваемся над теми рейтингами, которые устраивают чиновники исключительно для самих себя, чтобы отчитаться, чтобы показать процент работы и так далее, и так далее. Но помните, что 17 городов республики Башкортостан признаны Головановой городами с благоприятной городской средой. Доклад министра транспорта и дорожного строительства Александра Владимировича Колебанова, как обычно, был краток и содержал, собственно, только статистику ДТП, смертности и аварийности на дорогах. За минувшую неделю он зафиксировал 34 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадал 41 человек и погибло 7 человек. Количество погибших в этом году уже достигло отметки 76 человек, что на 23 человека больше, чем в прошлом году за тот же период. То есть примерно на 30% возросла смертность на дорогах. И смертность на дорогах республики никак не удается снизить, несмотря на то, что Колебанов увеличивает и увеличивает количество видеокамер, которые фиксируют нарушение дорожно-транспортной дисциплины. То есть однозначно, похоже, надо приходить к выводу, что видеокамер здесь ни при чем, нужно заниматься чем-то другим. Но Колебанов упорно закупает эти камеры, расставляет их по всем перекресткам в республике. Хабиров выслушал Колебанова, никак не отреагировал на его монотонный доклад, лишь только напомнил о необходимости вручить кому-то там в торжественной обстановке туристические автобусы. Кому, собственно, собрался Хабиров в торжественной обстановке вручать туристические автобусы, осталось совершенно непонятно. Далее последовал первый в этом сезоне доклад министра сельского хозяйства Фазрахманова Ильшата Илдусовича о готовности к началу посевных работ в республике. Хабиров предварил этот доклад ремаркой о том, что с приходом весны Фазрахманов становится безусловным фронтменом оперативок и будет докладывать об этой готовности уже еженедельно. Ильшат Илдусович поведал нам, что в этом году посевная охватит 2 миллиона 863 тысячи гектаров. Собственно, площадь посева в этом году сохраняется такой же, как и в прошлом году. Там разница буквально 0,8%. Зерновые и зернобобовые будут посеяны примерно на площади 61% от общей площади посевной, остальные 39% это технические культуры и корма. Ильшат Илдусович отметил рост на 24% площади посева пшеницы твердых сортов. Ну, раньше в Башкирии практически не производилась пшеницы твердых сортов. Это та самая пшеница, из которой можно, например, делать макароны. Ну, вот теперь мы, возможно, будем получать какое-то такое сырье. И на 3% будет увеличена площадь посева картофеля. Обеспеченность семенами Фазрахманов оценивает как вполне удовлетворительную. 100% зерновых семян у нас есть. Сахарной свеклы семян есть 65%. И тут Фазрахманов объяснил это тем, что семена сахарной свеклы не производится в могучей державе Российской Федерации, а производится только в недружественных странах, и добывать их оттуда становится все сложнее. Семян кукурузы 68% и 76% семян подсолнечника уже заготовлено. Общее количество запасов удобрений отмечено на уровне примерно 66% от потребности. Фазрахманов уверен, что удобрениями можно будет запастись при наличии денег. Впрочем, пропорция распределения вот этих запасов удобрений по республике Башкортостан очень неоднородна. Некоторые районы имеют почти 100% удобрений для посевной, а некоторые районы вообще их не имеют. И Фазрахманов продемонстрировал такую достаточно пугающую карту, где половина закрашена красным, половина зеленым. И сказал, что вот смотрите, где зеленое, там урожай будет, а где красное, там урожая не будет. Ну, в общем, такой немножко противоречивый получился доклад. А дальше Фазрахманов ударился вообще в опасное высказывание, когда заговорил о топливе. Вот с топливом, конечно, вопросы, потому что рост стоимости топлива напрямую связан с ростом стоимости конечной продукции сельского хозяйства, потому что это везде механизмы, транспорт, всякие комбайны и прочие штуки, которые потребляют огромные объемы топлива. Ильшат Илдусович сообщил, что для успешной посевной необходимо 39 тысяч тонн топлива иметь. В наличии на данный момент примерно половина, около 20 тысяч тонн. Цена топлива, по словам Фазрахманова, выросла на 36% к цене прошлого сезона. Ну, очевидно, что Ильшат Илдусович перестал смотреть Первый канал и всяких там Соловьевых и Симонян, которые вещают о том, что процветание в Великой Державе все ускоряется и инфляция у нас в нашей Великой Державе составляет примерно 4%. Фазрахманов сообщает о подорожании топлива на 36%. Ну, он даже привел конкретные цифры, я склонен ему верить. В этом году оптовая цена закупки для сельхозпредприятий будет на уровне 68 тысяч рублей за тонну, но это тоже не точно, потому что где-нибудь к июлю, к августу эта цифра может еще и подрасти. А в прошлом году тонна обходилась 49 тысяч 900 рублей за это самое топливо. Так что, ну да, тут Фазрахманов, как говорится, не соврал. Общая стоимость посевных работ в Республике Башкортостан оценена министром сельского хозяйства в сумму 24 миллиарда рублей. И она на 7,5% возросла к прошлогодним показателям. Напомню, что площадь посевных осталась та же. И тут тоже Ильшат Илдусович опровергает официальную пропаганду с ее 4% инфляции. Ведь если посевная обойдется на 7,5% дороже, а скорее всего даже больше, то конечно же конечные продукты возрастут еще на большие проценты. То есть тут удорожание будет налицо. Фазрахманов при этом отметил, что в наличии финансовых средств из этих 24 миллиардов рублей есть только половина, 12 миллиардов рублей. А вот все остальное придется брать взаймы. То есть тоже под проценты. А мы помним, что ставка рефинансирования в России только по ЦБ, это 16%. Значит, кредитование сельхозпредприятий будет под больший процент. Соответственно, вот здесь мы можем пока очень эмпирически понять, насколько подорожают продукты, по крайней мере, те, которые произведены в Республике Башкортостан, в конечном итоге к осени 2024 года. То есть я прогнозирую на оптовом уровне поднятие цен как минимум на 15%, а скорее всего это будет что-нибудь близкое к 20%. Вот такой вот пугающий и тревожный прогноз дает нам Фазрахманов, судя по всему, сам не понимая о том, что он прогнозирует подобный рост стоимости продуктов. Но куда деваться? У нас это такова экономическая ситуация в стране. Это называется то самое процветание и стабильность, то есть 20% подъем стоимости конечной сельхозпродукции в течение сезона. Вот такая вот у нас на данный момент сельхозхозяйственная данность. Не стану утомлять вас пересказом доклада, очередного доклада об успехах никому неведомых башкирских предприятий, которые же становятся традиционным на оперативном совещании, очевидно, для заполнения рабочего времени. Но отмечу, что все ждали вот от этой оперативки, от этого оперативного совещания косвенного или прямого подтверждения вот тех вот загадочных предположений, которые были сделаны на минувшей неделе. Там встреча с Путиным, выход на второй срок и так далее, и так далее. Этого, конечно, не случилось. Но с одной стороны, конечно, это радует, потому что те, кто утверждал, что Хабирова продлили на своем месте на второй срок уже 2 апреля, и те, кто услышал эту новость, они, конечно, там кто как реагировал, кто-то там радовался, кто-то впадал в уныние. Горячие головы вообще предлагали уже, значит, организовать молебны, как говорится, в пользу того, чтобы Ради Фаритович не был допущен до второго срока. Я не склонен разделять подобные предложения, уж обращаться к Богу, уж, как говорится, это в последнюю очередь, когда уже больше надеяться не на что. Но посмотрим. Тем не менее, интрига сохраняется, совершенно непонятно, действительно, продлевают ли Хабирову благоволение на княжине в Башкирской республике, или у нас будет какая-то все-таки интрига на сентябрь. Ну, повторюсь, наверное, в очередной раз, в ближайшее время мы развязку этой интриги все-таки увидим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова